Всем привет! Спасибо всем, кто присоединился к моему каналу. Сегодня хочу показать вам один из лучших способов борьбы с ностальгией. Это еда. И сегодня я хочу приготовить казан-кебаб. Это было очень популярное блюдо в Казахстане. И заодно покажу вам цены на некоторые продукты. Так, значит, нам понадобится говядина прежде всего. Говядина. Я купила вот такой вот кусочек. Килограмм 7. Тут, наверное, в Walmart. Значит, да, тут 7 килограмм. И стоит вот он 55 долларов. И также я купила баранину. Сюда нужна говядина, баранина и вообще любое мясо. Так, баранина 21 доллар. Здесь у нас сколько? 5 паундов. Это около 2,5 килограмм. Вот, 21 доллар. И вот у нас курочка. Ножки. Курочка. Я не помню, она стоит 6 долларов, но я не помню сколько там. Потому что там где-то 14-15 ножек. Так, нам понадобится еще картошка. И это уже потом, когда будет готовое блюдо. Нам нужна будет зелень и лук. Такой красивый. И мы будем жарить все это на масле растительном. Вот такое вот масло растительное. Тут сколько? А, тут литр 42. Я всегда его беру, как будто думаю, что тут литр. Стоит оно около 2 долларов. Вот такое масло. И нам еще понадобятся разные специи. Это я беру чили порошок, но он не острый совсем. Чили, черный перец. И кумин это зира. Соль и... Ой, как же он называется? Кинза. Это семена кинза. Вот, но я их молоть буду. И еще я сегодня добавлю, попробую добавить митболлс. Это тефтельки такие. Они с пармезаном. Должны быть вкусные. Ну, попробуем. Как получится, не знаю. И готовить все это будем мы на вот такой прекрасной чугунной сковороде. Вот. Местная. Мы ее здесь купили. Очень мне нравится. Итак, мы наливаем масло в сковороду, чтобы обжаривать. Вот у нас мяско готово уже. Я порезала. Говядинка, баранинка. И наши тефтельки. И курочка. Картошечка тут. Вот. Смысл в том, чтобы сначала все обжарить в масле. И потом потушить на медленном огне. Вот. Я приготовила тарелочку с салфеточкой. И сейчас будем жарить. Итак. Значит, температура должна быть максимальной. Масла я использую много. Где-то треть бутылки моей. И начинаем жарить с картошки. Потому что... Вот. Проверяем. Значит. Потому что картошка такая без запаха. И не отдаёт маслу много своих ароматов. Картошку можно жарить за один раз. А вот мясо нет. Потому что мясо должно... Именно в... Ой... В... На большой температуре в горячем масле. Обжариваться. Чтобы поры закрывались. И сок оставался внутри. А картошку можно и так обжарить. Все вместе. Я немножко беру картошки. Больше у меня будет мяса. Но картошка такая вымесная. И так. Начинаем жарить. Вот с картошечки. Картошечка у нас. Жарится. Приготовьтесь к тому, что будет очень много масла вокруг. Надо делать все, во-первых, очень аккуратно. И, во-вторых, будет много запаха. Вот она поджаривается. До румяной корочки. Вот она, какая красоточка. Выкладываем теперь картошечку на бумажное полотенце. Выкладываем. И пока она вся у нас лежит. Ждет своего часа. А мы в это время начнем обжаривать говядину. Я сделала вот такие большие кусочки. Пошла мучкой. Потому что мне лезет. Жарить маленькие кусочки. И вот я обжариваю по одному кусочке, потому что температура должна быть максимально высокой. Чтобы мясо не начало куситься, а чтобы оно просто обжарилось, приобрело корочку. Сверху, 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 вот так вот. Вот такая корочка получается. И буквально одну длину наху с каждой стороны. Вот так получается грязь. Обжаренная. Оно, конечно, не готово внутри. Вот кровь из нее выходит. Но мы будем еще его дозавать. Вот, понемножку я кладу, чтобы температура не понижалась сильно. И кисточки я тоже решила обжарить. Мне кажется, как будет вкуснее. Баранина здесь продается почему-то очень-очень жирным. Но я вот серебрышек жир обрезаю. И он мне пригодится, чтобы делать самцу. Я потом буду еще самцу делать. Вот. Жарится у нас. Осталось баранинку обжарить. И будем тушить. Ну все, вот мы все пожарили. И теперь выкладываем на сковороду. Лишнее масло я вылила. Оставила чуть-чуть, буквально на донышке. И выкладываем. Значит, вообще картошку, говорят, нужно первую выкладывать. Ну, не знаю. В прошлый раз я готовила. Я выкладывала так частями. Картошку, мясо. Ну, посмотрим сейчас. Я вообще думаю, что у меня все не поместится. Ну, сейчас посмотрю. Вот так получается. Не знаю, как все поместить. Ну, ничего. Что я поняла, так это... Тевтельки мы покладем сверху. Потому что они могут сломаться. Вот. Первый слой мы выкладываем. И обязательно солим. И добавляем специи. Как я уже говорила. Чёрный перец. И зиру. И... Кинзу. И немножко чили. Или паприки. Лучше паприки. У нас чили, он как паприка. Вот. Последний слой тоже добавили. Специи. И теперь ставим на средненький огонь. Сначала, а потом на медленную. Надо будет. И добавляем немножечко воды. Воды. Ну, на такую вот сковороду. Наверное, грамм. 100-150. Воду добавляем горячую. Она вот у меня закипела. В чайнике. И я добавила. Всё. Сейчас закроем крышкой. И будем тушить. Примерно полтора часа. Итак, прошел час. Я пока вот нарезала овощи. Лучок обязательно. Укропчик. Укроп здесь тяжело найти. Купить. Поэтому я его сама выращиваю. Пахнет очень вкусно. Наверное, уже нужно заканчивать. Тушить и накладывать. Вот что получилось. Итак, я беру кусочки. Думаю, что они сварились с ним. Достаточно мягкие. И выкладываем их на блюдо. Вот так выкладываем отдельно картошку, тефтельки, и баранинку, и говядинку. И теперь будем это всё украшать зеленью. Вот так получилось. Примерно так и подавали в наших ресторанах в Казахстане. Ну, и по вкусу тоже очень-очень похоже. Приятного аппетита! Такой вот Казан Кебаб. Примерно так и подавали в Казахстане. Казахстане. Продолжение следует...